Пауэрлифтинг или так называемое силовое троеборье. Атлеты выходят на помост в трех соревновательных дисциплинах. Приседания со штангой, жим лёжа и становая тяга. Этот комплекс определяет квалификацию спортсмена. В пауэрлифтинге спортсмены не перестают тренироваться круглый год. Долгий перерыв сказывается на внешнем виде. Но в первую очередь отсутствие постоянных занятий отрицательно влияет на физическую подготовку силачей. Мышцы не атрофируются, но расслабляются. И без нагрузки результаты падают. Поэтому надо постоянно заниматься этим видом спорта. Останавливаться нельзя. Григорий Арбатов в этом соревновательном году вернулся в весовую категорию 74 килограмма. Последний раз в ней пауэрлифтинг выступал 8 лет назад. Тогда же и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. После перешел в класс 83 килограмма, где стал уже мастером. Возврат к прошлому весу для Григория не регресс, а личное достижение. Просто я увлекся правильным питанием. То есть, как бы начал питаться правильно, подсел на такую низкоуглеводную диету и стал себя, скажем так, лучше чувствовать. То есть, вес уже просто начал выходить за грани. За счет этого я просто разработал себе диету и сейчас поддерживаю вес. В чемпионате приняли участие четыре девушки. Наталья Басенко между подходами к штанге постоянно упражнялась. Только вес снаряда был значительно меньше. На руках Наталья носила главного своего болельщика – сына. Родные килограммы ей давались легче, чем штанга. Спортсменка заказала 115 килограммов, но первая попытка оказалась неудачной. Александра Завтрик на этих соревнованиях дебютировала. Главная цель участия в них – набрать в сумме 190 килограммов и получить первый спортивный разряд. Всего за полгода занятий Саша осилила удвоенный собственный вес – 80 килограммов. Это же все не из первого раза получается. Это результат тренировок. Начинала я вообще чуть ли не 20 килограмм, пустой гриф. Все со временем. В своей весовой категории 47 килограммов Саша стала лучшей. На втором месте – Алина Глушкова. В весе 52 килограмма золото завоевала Наталья Басенко. И серебро у Александры Алексюк. Следующие соревнования пройдут по тяжелой атлетике. Спортсмены встретятся в эти выходные в спорткомплексе «Локомотив». Продолжение следует.